привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас с вами будет выпуск мы идем сейлить на санбласт когда-то мы это уже делали но так как это акватория очень прикольная красивые места девственная природа мы решили туда сходить еще раз вообще мы там уже были неоднократно так вот об этом будет сегодня наш выпуск готовы погнали но до того как мы туда отправимся давайте я вам расскажу про индейцев центральной америке и про эту всю акваторию гунаяла это официальное текущее название той акватории в которую мы идем находится она в атлантическом океане на севере и граничит с колумбией это акватория вернее эта территория она не совсем панама хотя там работают все панамские законы но 1 имеет автономию гуны это этнические индейцы центральной америки которые здесь жили испокон веков и так как и много лет назад гуны занимаются тем что они ловят рыбу занимаются торговлей и естественно сейчас туризм то есть туристы приезжают и покупают различные сувениры сувениры здесь скажем так достаточно примитивные но первое это бисер то есть они просто бисер наплетают на веревочку и создают узоры это то что этнически они носили и сейчас они это также носят и это не туристический аттракцион то есть они также одеваются как много много лет назад и используют эти аксессуары как и много много лет назад также есть один из видов деятельности называется молос то есть это такая аппликация из тканей и они из различных тканей набирают рисунок очень красивая штука вот вы сейчас можете посмотреть как это выглядит то есть для каких-то там своих целей как для сувениров подставку под ноутбук можно вполне себе спокойно использовать либо как для кухонных столов ну в общем на что хватает фантазии 1600 году то территория на которой они жили является на данный момент территории колумбии то есть это было немножечко в сторону и так 1600 год адмирал вас к ну не езды борьба это человек который кстати первый перешел с атлантики на тихоокеанскую сторону увидел тихий океан поэтому он считается отцом панамы в общем адмирал вас кис ну не езды борьба кстати которому здесь отрубили голову как раз в гуная ли начинают активное действие по захвату территории и так бедные индейцы центральной америки вынуждены бежать и они меняют свое место жительства если раньше они там жили в колумбии они переходят в дарьен в общем это с годами происходит вот такое вот движение санблас куная ла гуная ла как же правильно официальное название которое было принято относительно недавно по моему в 2012 году говорит о том что сейчас единственное официальное название этой территории это гуна я ла пишется через g гольф но некоторые люди называют куная ла куна это язык на котором разговаривают гуны вероятно так раньше назывались эти этнические индейцы но я думаю что просто в языке на котором они изначально говорили был звук какой-то между g и к поэтому кто как услышал так и говорил также ранее гуна я ла было известно как санблас то есть если раньше гуна я ла куна я ла санблас это все так периодически перемешивалась то сейчас одно единственное название это гуна я ла гуна я ла обозначает земля гунов либо же имеет более узкое название это горы гунов но так как раньше гуны жили в горах и жили на основном материке то есть поэтому горы гунов это как раз гуна я ла но со временем где-то 1800 году индейцы начали перебираться на острова потому что во-первых малярия во вторых в горах здесь очень много змей в третьих доступ с земли колонизаторов в общем получилось так что индейцы переехали и начали свою жизнь на островах и стали островной нации но какая-то часть их до сих пор живет на основном материке на основной земле до 1905 года панама была частью колумбии и в 1870 году был подписан акт который говорит о том что гуны имеют свой этнос который не игнорируется властями но после отделения панамы от колумбии естественно этот акт все заигнорили и вели себя недостаточно корректно что привело к тому что в 1920 году гуны подняли восстание наваляли пендиулей панамским властям и получили некоторую автономию кстати автономное правительство куная ла было сформировано в 1953 году то есть это достаточно свежее образование в рамках панамы так вот в 1920 годах когда была здесь революция и гуны получили автономию у них был свой исторический флаг такой он со свастикой то есть он правда к этой свастике не имеет никакого отношения которая была всем известная но тем не менее этот знак солнца круговорота всего в природе он был на флаге гунов и со временем они решили сделать вот после второй мировой войны уйти от этого знака и они сделали новый флаг который обозначает reunion объединение но здесь на данный момент индейцы используют два то есть один как официальный гуна я ла и 2 который исторически сложился вот этот со свастикой то есть если вы видите два флага то это абсолютно нормально что гуны используют эти два флага и яхтсмены вешают обычно эти тоже два флага ну я думаю что история панамы интересная но наверное на этом мы ее и закончим а сейчас мы собираемся тем более к нам приехали друзья к нам приехали антон и оля ребята может быть вы видели их раньше когда мы ходили в греции и вот сейчас мы собираемся и двигаем на отдых в гуна яла и там пройдемся по всем 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 островочкам и у нас очень классный маршрут будем там делать много всего прикольного кушать лобстеров купаться охотиться и прочее прочее ну выходим мы традиционно из линтон бэй марина вы уже знаете где мы стоим стоим мы на буе и выход у нас просто снялись буя и пошли вперед такс ну что красненьким это гуна яла то есть земля гуна в красный крестик это линтон бэй и идем мы туда где зеленый крестик это наша точка куда мы планируем прийти за один день 45 миль расстояние до нашей зеленой точки то есть выходим мы рано-рано утром и заходим уже перед самым закатом я хочу зайти так чтобы мы шли только по светлому ну и как обычно правило нам говорят о том что нужно посмотреть лодцию хотя я уже конечно же все знаю но вот у нас сейчас мы открываем страничку на которой есть общая карта и по ней мы смотрим куда нам нужно попасть идем мы курсом 90 и когда мы заходим ко входу мы проходим мимо основным материком и островами чичиме и бросаем якорь на из лемон кейс ну погода у нас будет достаточно простая может быть иногда будет немного поддувать пока сейчас у нас всего лишь для того чтобы поднять парус но мы еще не вышли из залива линтон бэй и вот сейчас мы выходим немножечко подальше и возможно будет немного дуть и у нас будет возможность открыть паруса хотя бы некоторое расстояние пройти под парусами потому что как вы понимаете 45 морских миль под мотором идти но это ну такая себе радость большая вот у нас сейчас немножко поддуло у нас скорость порядка пяти узлов нельзя сказать что это какое-то большое достижение но тем не менее немного нам позволяет идти под парусами и вот вдалеке где окончается материк там видно как раз это точка нашего захода чуть чуть дальше острова чичиме ну и погодка хорошая солнышко иногда она землей конечно же поливает но это особенности здесь местного климата потому что большое количество туч большое количество влажности испаряется над горами и вот мы сейчас подходим уже к точке поворота здесь все просто вот наша скорость четыре узла мы поворачиваем сейчас на старборд где-то градусов 30 через несколько миль и вот эти острова которые вы видите спереди это как раз и есть кунояло ну вот собственно бросили якорь стоим такая красота у нас вокруг сейчас конечно уже вечер мы стали хорошо с утра мы нырнем посмотрим как мы стоим потому что вокруг нас такая красота вот и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть, если вы уколетесь вот этой колючкой, вот на ней прямо острие такое с ядом, то, конечно, вы, скорее всего, не умрете, но будет очень больно и очень долго, и у вас будет достаточно долгий процесс восстановления, и это явно не то, что вам нужно на отдыхе. Но если у этой рыбы поотрезать все иголки и их аккуратно повыбрасывать, то это супер мягкая рыба, супер вкусная. Мы ее сейчас приготовим, очистим от всяких колючек и от всего. И она у нас будет готова для того, чтобы ее сегодня мы придумали ее сделать в духовке. Тем более, эта рыба – это такой паразит, которого лучше уничтожать. Посмотрим. Это я хочу как на камеру его, как он показал. хорошая и вот сейчас все разъехались кто нырять кто купаться кто ракушки собирать а я себе налил корону мечеладу и наслаждаюсь погодой наслаждаюсь теплым вечерочком тут я собираю ракушки на морском дне на этих прекрасных островах это мой первый такой большой опыт подобного рода экспедиции когда тает высок а остается их собирать не на берегу а под водой смазкой с трубкой солнцезащитным на голове и на шее и офигенное времяпрепровождение вот у нас ближе к закату мы начинаем готовить все побросали на гриль и вот она сейчас приготовится и будет ужин как раз антон занимается чисткой рыбы которую наловили так как мы ее наловили с борта достаточно много то сейчас у нас будет большой ужин с большим количеством разнообразных морских существ а сейчас у нас все ночевка с утра рано утром поднимаем якорь и выходим в следующую точку на следующие острова гуна яла ну что друзья этот выпуск подошел к концу в следующем выпуске мы вам также будем рассказывать о путешествии по земле гунов про гуна яла начнем ее уже со следующей точки куда мы перейдем то есть у нас будет несколько выпусков и разные локации которых мы будем рассказывать и показывать на карте поэтому не забываем подписываться на канал проверяем колокольчик и если вы это сделаете вы не пропустите следующего выпуска про гуна яла про эту интересную акваторию и территорию этнических индейцев подписка лайк комментарий обязательно это продвигает наш канал и до встречи и до встречи в следующем выпуске пока